Добрый вечер! Беспрецедентное давление, попытка свалить законно избранное правительство, политический переворот. Это цитаты из заявления на этой неделе премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньягу. Нетаньягу и его соратники по партии Ликуд уверены, что оппозиция пытается любой ценой вынудить юридического советника правительства Авихая Мандельблита выдвинуть против Нетаньягу обвинительное заключение. Сам же Нетаньягу, который ранее говорил «ничего не будет, потому что ничего не было», сменил тактику. Лидер Ликуда пытается предотвратить сам факт огласки решения Мандельблита. И хотя закон в Израиле формально позволяет главе правительства оставаться у власти вплоть до окончательного решения суда, проблема может возникнуть на стадии формирования будущего правительства. За два с небольших месяца до парламентских выборов лидеры сразу нескольких центристских партий публично дали обязательство не вступать в коалицию с Нетаньягу в случае передачи его дела в суд. В Ликуде, к слову, это тоже хорошо понимают, хотя на данном этапе целиком поддерживают своего лидера. Об этой и других актуальных темах недели сегодня в нашей программе. От политики молчания к открытому признанию. Официальный Русалим отныне не скрывает удары по иранским целям в Сирии. Главный враг, которому мы противостоим, это Иран. Иран заявляет о намерении уничтожить нас при помощи ядерного оружия. И мы обязаны это предотвратить. О ситуации на границах, предвыборной кампании и расследованиях против премьер-министра. Все, что я говорю своим сторонникам и членам Ликуды, и активистам Ликуды, что такое шапкозагидательское настроение. Вот мы уже выиграли выборы, ну посмотри, там никого даже рядом с нами нет. Никто даже до 50% нашей силы не доходит. Она очень неправильная. Спикер Кнессета Юлий Дельштейн в эксклюзивном интервью РТВА. Досрочные выборы в Израиле. Кто лидирует в опросах и можно ли доверять социологическим исследованиям. Чтобы помнили, в Европарламенте прошла ежегодная церемония памяти жертв Холокоста. Чего опасаются европейские евреи сегодня? Специальный репортаж из Брюсселя. Сейчас это важнее, чем когда-либо. В мае месяце будут выборы. И эти выборы, мы ожидаем, может быть, могут стать катастрофическими. Как можно перевести на еврит знаменитые гарики Игоря Губермана? Я государство вижу статуи. Мужчина в бронде полной властности. Под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности. Оказывается, это возможно. О необычном эксперименте в продолжении программы. В ночь с воскресенья на понедельник Израиль нанес удар по территории Сирии. Атаки с воздуха подверглись иранские цели в районе Дамаска. Как отметили в пресс-службе армии обороны, это стало ответом Израиля на запуск ракеты класса «Земля-земля» иранскими подразделениями в направлении северных районов страны днем ранее. Как и неделю назад, в Иерусалиме не стали придерживаться традиционной политики молчания. А наоборот, высокопоставленные министры от партии Ликуд, включая самого премьера Бениамина Нетаньягу, заявили, что политика предотвращения иранского присутствия в Сирии будет продолжаться и далее. Сообщается, что в ходе удара погибли четверо военнослужащих армии Сирии. Еще шестеро ранены. Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации сообщили, что силам ПВО Сирии удалось, цитата, «уничтожить более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб во время ночного удара Израиля». Есть реакция и руководства Ирана. Там угрожают открытым военным противостоянием с Израилем. Впрочем, подобная риторика звучит также в Иерусалиме. Премьер-министр Нетаньягу неоднократно отмечал, что присутствие Ирана на территории Сирии является красной чертой для еврейского государства. «Главный враг, которому мы противостоим, это Иран. Иран заявляет о намерении уничтожить нас при помощи ядерного оружия. И мы обязаны это предотвратить. Мы готовы к любому развитию событий, к любого рода эскалации и готовы воевать на всех фронтах». Итак, Кнессет 21-го созыва официально начнет свою работу сразу после выборов. В последние два созыва во главе израильского парламента находился выходец из бывшего Советского Союза, известный в прошлом диссидент и бывший министр Юлий Эдельштейн. Накануне праймерис в партии Ликута Эдельштейн дал эксклюзивное интервью РТВА. Добрый вечер, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. Добрый вечер. Во-первых, вас нужно поздравить. На этой неделе Кнессет отметил день рождения в праздник Тубишват, еврейский праздник, 70 лет. Расскажите, как вы праздновали этот важный день? Во-первых, поздравить. Я, конечно, с удовольствием принимаю ваши поздравления. Но так как Кнессет в Израиле – это дом всего народа, то поздравление всему Израилю, всем гражданам Израиля. Это действительно важный день, и, честно говоря, мы к нему долго готовились, собирались праздновать очень широко, не каждый день к Кнессету. Израильской демократии исполняется 70 лет. Но тут наступили выборы, и, естественно, я очень резко снизил стоимость всех мероприятий, они гораздо скромнее. Практически в основном речь шла о визитах школьников, солдат, студентов, и различных организаций сюда, в Кнессет. Посадка деревьев, экскурсии по Кнессету, знакомство с Кнессетом. Люди уходили, по крайней мере, с хорошим чувством и с улыбками. Я надеюсь, что действительно у них осталось какое-то впечатление, создалось какое-то впечатление о том, что такое действительно Кнессет. Но мы еще поговорим сейчас с вами о предвыборной кампании. Вы тоже баллотируетесь на праймере с правящей партией Ликут, и вы тоже, можно сказать, в самом эпицентре предвыборной кампании. Но я бы хотел все-таки начать с главного события на этой неделе. По крайней мере, так считают не только журналисты, но и в стране. Это открытое противостояние с Ираном. Израиль нанес массированный, как говорит пресс-служба армии обороны Израиля, удар по Ирану. Мы находимся на пороге войны, или мы уже находимся в открытом военном противостоянии с Ираном? Мы находимся в противостоянии с Ираном уже много-много лет. Мне для кого не секрет, что заявление, которое мы слышим из Тагерана, это заявление об уничтожении Израиля, о том, что этому сионистскому образованию, как они нас называют, нет места на лице земли и так далее и тому подобное. В последние годы, к сожалению, у нас тут появились новые соседи. Раньше мы думали, что за Агаланами находится Сирия, а теперь выясняется, что там же находится Иран. Новый урок такой географии мы получили. И премьер-министр Антаньяу, и все израильское руководство неоднократно заявляло, что ни под каким соусом, ни под каким предлогом мы не потерпим того, что иранцы захотят действительно всерьез обосноваться на территории Сирии. То, что произошло на этой неделе, является доказательством того, что мы не только говорим, мы и делаем. Иранцы переходят все границы, уже мы сбивали их беспилотники, разведанные самолеты, различные провокации, ракетные обстрелы. Сейчас уже была выпущена имя ракета по горе Хермон, где, как известно, в это время находятся обычные израильские мирные граждане, семьи, лыжники, люди, которые приезжают туда посмотреть на снег и отдохнуть. В ответ был нанесен удар, который, я надеюсь, послужил хорошим уроком для иранцев. Я надеюсь, еще раз объяснит всем, что, если кто-то говорит сейчас о восстановлении, реабилитации Сирии, о том, что сейчас время для того, чтобы привести вещи в норму, пока там будут иранцы, и пока они будут мешать нам жить мирно, ни о каком восстановлении Сирии речи быть не может. Но Израиль не первый раз наносит удар по территории Сирии, согласно иностранным СМИ, согласно словам Бенемина Нитанягу, премьер-министра, да и бывшего начальника генштаба. Таких операций было сотни. Почему на этой неделе премьер-министр публично признался в этом ударе? Почему перешли в Израиле от политики молчания к политике признания таких ударов? Потому что здесь нам, я думаю, было очень важно четко определить и объяснить свою позицию. Мы не воюем с Сирией. Ничего хорошего про режим Асада я не могу сказать. Про то, что там происходит в последние годы, даже страшно говорить. Но при этом мы не находимся с ними в состоянии войны. У нас нет дипломатических отношений. Мы с ними никак не дружим. И слава богу, нечего с таким режимом дружить. Но мы с ними не воюем. И если бы они сейчас на своей территории не имели бы иранские вооруженные формирования, то им бы спокойнее жилось. И поэтому заявления были сделаны совершенно однозначно. Мы, еще раз повторяю, будем уничтожать любое иранское военное присутствие на территории Сирии. Надо сказать, не всем это понравилось. В оппозиции критикуют лидера вашей партии. Говорят, что нужно меньше болтать, а делать. А кроме этого, это ставит в неловкое положение и Россию. Россия сегодня тоже игрок в Сирии. Получается, что сирийские ПВО, которые во многом работают благодаря российским системам, они ничего не могут сделать. И это заставляет реагировать Москву. Об этом думают в руководстве Израиля, когда говорят открыто об ударе по территории Сирии? Об этом, безусловно, думают. И давайте здесь две части есть у вашего вопроса. Насчет оппозиции я могу только сказать, что не все в жизни политика. Есть такие вопросы, которые, даже если это предвыборный период, и даже если ты боишься, что это даст определенный электоральный буст, определенный электоральный успех правительству, тем не менее, я думаю, что такие акции надо поддержать. Тем более, опять же, сейчас идет не о том, что говорят, а именно о том, что делают и делают, не потому что, опять же, хотят поиграть мускулами перед выборами, а потому что это необходимо. Нельзя давать иранцам никакого шанса почувствовать, что они могут обосноваться на наших границах. Секунду, премьер-министр использует это, он же говорит, только он способен предотвратить Иран. Именно это использует не Таняку, когда говорит о безопасности. А почему же тогда вы говорите, что нет здесь политики? Оппозиция говорит, секундочку, завтра будет другое правительство, и тоже будет борьба с Ираном, ведь она не изменится. Я, во-первых, вы знаете, я вас удивлю, я думаю, что вы правы. И в этом мне кажется немножко фальшивым заявление оппозиции. Иран это не враг правой коалиции в Израиле или лично Таньяу. Иран, еще раз даже слово Израиль не может произнести, это сионистское формирование, сионистское образование. Иран, я думаю, совершенно не интересует, будет ли во главе правительства СССР Бениамин Натаньяу или Тамар Занберг. Они будут все равно стремиться уничтожить Израиль. То, что Натаньяу был первым, кто всерьез поставил перед миром опросы в иранской угрозе, это признают даже его враги. Та же самая оппозиция постоянно кричала, что у Натаньяу обсессия, и у его отношения к Ирану, оно просто обсессивное и так далее. То есть он действительно планомерно проводит политику борьбы с Ираном, особенно, конечно, во всем, что касается ядерного оружия в руках Ирана, но и вообще с иранским режимом. И это как раз, я не думаю, что это его слабость, это его сила, поэтому он имеет полное право сказать, что он, как человек, который ведет, возглавляет такие усилия, он же и борется с Ираном лучше всех. А есть попытки найти все же какое-то решение этой проблемы? Или же правительство в Израиле, руководство Израиля должно готовить народ в Израиле к открытой войне, готовить бомбоубежище на севере или, возможно, даже по всей стране, и сказать, господа, это Иран, это страна, которая хочет уничтожить. Будьте готовы, что через иное количество времени здесь возможна полномасштабная война. Во-первых, израильский народ за свою 70-летнюю историю всегда готов к такому повороту событий. Я думаю, сейчас как раз не очень высоки на это шансы, потому что Израиль уже доказал неоднократно, что, скажем так, что это не проходит даром для тех, кто пытается атаковать Израиль. Давайте не будем забывать, что военное присутствие Ирана нас очень интересует, я сам это назвал нашим новым соседом на северной границе, но, тем не менее, Иран по-настоящему не граничит с Израилем, и мы не допустим, чтобы это произошло, поэтому попытки как-то издалека угрожать Израилю, я не думаю, что чем-то серьезным для них закончится, может, закончится серьезным в обратную сторону, последствиями для них. У нас, не забывайте, есть такой союзник, как Соединенные Штаты, которые тоже совершенно однозначно сделали заявление. И я не забыл про ваш вопрос насчет России и позиции России. Я думаю, что как раз у России и Израиля здесь вполне общие интересы. Россия тоже не заинтересована в иранских провокациях со территорией Сирии, и Россия тоже не заинтересована в том, чтобы по ошибке, случайно, где-то, но российские силы были втянуты в какой-то бы ни был конфликт, и поэтому я думаю, что здесь как раз нету разногласий и разночтений в позициях двух стран. Давайте поговорим еще о внутриполитической ситуации. Невозможно не говорить об этом вне контекста расследований против премьер-министра. С одной стороны, все говорят, что премьер-министр может продолжать занимать свой пост, даже если против него будет подано обвинительное заключение, а с другой стороны, не все коллекционные партнеры, которые сегодня входят в вашу коалицию, в коалицию Ликуда, готовы поддержать Нитанягу в случае передачи его дела в суд. Как в такой ситуации можно вообще вести избирательную кампанию? Я думаю, что избирательную кампанию можно вести на основе тех достижений, которые были у этого правительства и уходящего к месту. И таких много в самых разных областях, начиная от законодательства, но мне, понятно, ближе эти вопросы. Закон о национальном характере, еврейского государства, закон о том, чтобы деньги не приводились в палестинскую автономию, если они будут выплачивать зарплаты террористам, различные социальные очень важные законы во всем, что касается инвалидов, людей с трудностями развития и так далее. То есть есть чем гордиться министерства, но давайте не будем лично сейчас начинать всем министрам давать оценки, но я думаю, большинство министров работали очень неплохо в своих министерствах. То есть пресса, по-вашему, не туда смотрит? Нет, нет, я делал не туда. Пресса не обязана быть рупором наших достижений, я как-то так никогда не считал. Но, тем не менее, попытка все выборы свести к вопросу, будет обвинительное заключение или нет, и что в такой ситуации надо делать, мне кажется, она тоже неправильная. Ну, будет обвинительное заключение. Это не все говорят, что Антониау не должен увольняться. Это израильский закон говорит о том, что он не должен увольняться. И давайте скажем правду. Если в некоторых вопросах, когда мы с вами говорим на тему безопасности, то я немножко должен себя контролировать, чтобы не сказать что-то лишнее. Потому что понятно, что мои знания, они чуть выше, чем у кого бы то ни было из наших телезрителей. Во всем, что касается следствия по вопросу премьер-министра, я, к сожалению, должен вам сказать, или к счастью, что я знаю ровно столько же, сколько вы или любой из наших телезрителей. Только премьер-министр знает, что по-настоящему есть в этом деле, что есть, какие вопросы ему задавались на следствии. И только он может решить, виновен он, невиновен, хочет он оставаться на своем посту или нет. Поэтому, мне кажется, превращать предвыборную кампанию в референдум по этому вопросу абсолютно неправильно. Но прецедента не было. Еще не было в истории премьер-министра, который оставался на своем посту в случае передачи его дела в суд. И прецедент Ольмерта явно показал, что Ольмерт ушел в отставку. И это привело к достаточному... И у Ольмерта ушли в отставку. И у Ольмерта была политическая ситуация, при которой он был премьер-министр, ну, наверное, с самым низким рейтингом за, по крайней мере, за... И за Вторую Ливанскую войну, в основном. За историю, да, по крайней мере, последних десятилетий. И, собственно, тогда ему его коалиционные партнеры, и даже соратники по партии указали на дверь. Это не ситуация на Таньяо. Всем известно, что он популярный премьер-министр, что у него прочное положение и в партии, и в коалиции. Так что здесь, действительно, это будет его вопрос, вопрос советов его адвокатов, вопрос юридического советника. Я не думаю, что это тема для предвыборной кампании. Тогда скажите мне, вы один из лидеров Ликуда, вы входите в первую тройку правящей партии. Почему в Ликуде активно лоббируют негативную предвыборную кампанию? Почему говорят, что... Как же плохо, что придут эти? Как же страшно, что придут те? Почему используют черный пиар? Я сейчас говорю про те плакаты против журналистов, которые якобы получают деньги за то, что они льют грязь на Нитанягу и так далее. Почему Ликуд использует негативную пиар-кампанию, будучи 10 лет у власти? Не знаю. Я никак не связан с предвыборной кампанией. Я в настоящий момент, опять же, не скрываю, что я занимаюсь своими выборами на внутренних выборах, на праймеризе. Я никак не обсуждал то, что происходит в предвыборной кампании Ликуда. Но если я постараюсь со стороны это проанализировать, я думаю, что у этого есть определенные причины. Эти выборы, они уникальны. Потому что всегда, если вы посмотрите на 5-6 предвыборных кампаний, я уже помню, лично помню, 7, а как израильские гражданины, гораздо больше, всегда было два гиганта, которые между собой соперничали. Ликуд и, с другой стороны, Авода или Кадима, или последний раз то, что называлось Сианинский лагерь. И как бы было ясно, это мы, это они, и у нас идет бой на ринге. И у каждого вокруг него формируется определенный лагерь. Сейчас по всем вопросам вы видите график вопросов. Здесь Ликуд, и здесь много-много-много других маленьких партий. Это абсолютно новая ситуация. Мы плохо видим, а мы, те, кто делают природную кампанию, плохо понимают, как в ней себя вести. Не исключено, что были, и не исключено, что будут допущены определенные ошибки в этой предвыборной кампании. И все, что я говорю своим сторонникам, и членам Ликуда, и активистам Ликуда, что такое шапкозакидательское настроение, вот мы уже выиграли выборы, ну посмотри, там никого даже рядом с нами нет. Никто даже до 50% нашей силы не доходит. Она очень неправильная. А еще, если мы посмотрим на тот факт, что 5-6 партий находятся на грани избирательного барьера, избирательного ценза, не надо быть профессором математики, чтобы понять, что, видимо, 2-3 из них и не пройдут следующий КНЕС. Это голоса правого лагеря. Поменять всю карту политическую Израиля. Поэтому очень еще предстоит странная, сложная и запутанная политическая кампания. Мы как-то с вами в одном из интервью говорили об уровне дискуссии в КНЕС. И вы сильно тогда были недовольны тем, как в КНЕС многие депутаты позволяют себе говорить. А сейчас вы довольны уровнем избирательной кампании? Не только коллег по вашей партии, а вообще в целом. Как она проходит на ваш взгляд? Еще рано об этом говорить, но, к сожалению, если мы посмотрим на 3 месяца назад на муниципальную кампанию, она была ужасная. То есть, то, что называется сейчас очень модно говорить «фейк-ньюс», это были еще самые хорошие новости. Потому что личные атаки, подстрекательство, совершенно какие-то расовые и прочие обвинения. То есть, совершенно ужасно. И я только очень надеюсь, я этим закрыл, собственно, сессию, ну не сессию, а практически КНЕС 20-го созыва. Хотя, конечно, есть еще заседания какие-то. Но я именно об этом говорил, что я очень надеюсь, что предвыборная кампания будет, по крайней мере, в рамках каких-то нормальных общественных норм, принятых норм. И я очень надеюсь, что и моя партия, и все другие партии действительно будут действовать в рамках таких норм. Давайте не будем забывать, что выборы-то кончатся, а жить там все равно здесь все вместе. Спикер КНЕС Ставерин, большое спасибо. Спасибо и вам. Смотрите далее в нашей программе. Досрочные выборы в Израиле. Кто лидирует в опросах и можно ли доверять социологическим исследованиям. Чтобы помнили, в Европарламенте прошла ежегодная церемония памяти жертв Холокоста. Чего опасаются европейские евреи сегодня? Специальный репортаж из Брюсселя. Сейчас это важнее, чем когда-либо. В мае месяце будут выборы. И эти выборы, мы ожидаем, может быть, могут стать катастрофическими. Как можно перевести на эврит знаменитые гарики Игоря Губермана? Для государства вижу статуи. Мужчина в бронде полной властности. Под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности. Оказывается, это возможно. О необычном эксперименте в продолжении программы. Вы смотрите «Израиль за неделю». Девятый президент Израиля, ныне покойный Шимон Перес, как-то сказал такую фразу. Предвыборные опросы – это как хорошие духи. Можно нюхать, нельзя съесть. На протяжении своей длинной политической карьеры Перес постоянно лидировал в опросах, но терпел поражения на выборах. Опросы в Израиле проводят буквально ежедневно. Однако, насколько они отражают реальную картину, и можно ли полагаться на эти опросы. Поговорим сейчас с профессором Рейского университета Зайом Уханиным. Зай, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, до выборов два с лишним месяца мы слышали самые разные опросы. Причем опросы, которые одной партии дают 4 мандата, другой опрос дает партии 8 мандатов. Один говорит, не пройдет электоральный барьер, другой пройдет. Давайте начнем с простого опроса. После выборов 2015 года, когда опросы и социологи фактически провалились, все еще доверяют в Израиле опросам? Это такая штука, которую нельзя, данные опросов нельзя подтвердить, не опровергнуть. Знаете, как политики обычно Черчиллю приписывают, да, знаменитое высказывание, о том, что политик – это человек, который может предвидеть будущее, а потом, когда это будущее наступает, объяснить, почему этого не случилось. Так вот, собственно говоря, я думаю, что к этой же категории нужно отнести, я не назову их социологами, потому что социология – это другая профессия. То, что называется Сокрим, да, то есть специалисты по опросам и изучению общественного мнения. Так уж сложилось в нашей политической культуре, что у нас, в общем-то, и специалисты по опросам общественного мнения являются национальными героями, то есть героями анекдотов. Поэтому, соответственно, израильский избиратель доверяет, или, по крайней мере, крайне интересуется этими сюжетами. Это индикация для, скажем, политиков, потому что, вот возьмем, к примеру, правящую партию Ликуд. По всем опросам, несмотря на скандалы, несмотря на то, что, о чем мы сегодня говорили, по поводу дел Нитаньягу, несмотря на то, что там атакуют юридического советника правительства, и, тем не менее, эта партия на протяжении всех последних опросов получает первое место, она получает от 30, кто-то до 32, то есть в этом случае Ликуду удобно говорить, что опросы показывают, мы лидируем, а не говорить, что мы не верим социологам. С другой стороны, из партии, которые едва проходят электоральный барьер, которые еще вчера были в Кнессете. Ну, что вам сказать? Я полагаю, вы хорошо помните ваш курс, то, что называется «Шитоп Мехкар», то есть статистические методы изучения общественных процессов. И преподаватели, я полагаю, нам всем, каждому в свое время объясняли, что если вы занимаетесь статистикой, то вы должны разговаривать в процентах, ни в яблоках, ни в грушах, ни в топорах, ни в молотках, ни в мандатах. То есть не в мандатах, а в процентах. Почему это важно, на ваш взгляд? Ну, по той простой причине, что когда вы проводите опрос 500 или 600 респондентов, как вы не хотите пропорционально выбранных, то вы получаете статистическую ошибку в среднем 4,5%. Открыть вам секрет, на самом деле ошибка от 10 до 15% статистическая. А электоральный барьер 3,25? Электоральный барьер 3,25. То есть любая статистическая ошибка, она больше, чем то, что называется электоральный барьер. Поэтому обычно социологи в таких случаях говорят, что если у вас есть партия, которая набирает порядка 25%, то там разница от, скажем так, если перевести это в мандаты, то этот разброс может быть 10 мандатов. То есть, иными словами, если говорят, что у Лейкуда 30 мандатов, это будет одинаково правдой сказать, что он набирает 25 или 35. А это уже серьезная разница. Каждый мандат может решить исход коалиции. Поэтому, когда вы говорите, что по нашему прошлому опросу у Лейкуда было 30, сейчас 32, то хочется смеяться. Потому что 28 и 32 это одно и то же. Другое дело, когда у вас есть маленькие политические партии. Или, например, если была какая-то партия, которая набирала бы 100, тогда вероятность того, что это и есть 100, была бы 95%. Когда какая-то партия набирает 5 или 6, то так оно, скорее всего, и есть. Стало быть, мы говорим о том, что мы должны опросам доверять в том смысле, что они показывают тенденцию. Но брать это как некую абсолютную истину, тогда нам придется объяснять, почему на протяжении всей предыдущей предвыборной кампании социологи предсказывали, что, допустим, сионистский лагерь победит Ликуд, а затем то, что называется, экзит-пулы нам показали абсолютная тека, а разница была 30 на 24. Но мы можем это объяснить. Да, по поводу экзит-пулов, это тот же социологический опрос, который проходит в день голосования на отдельных участках. Намного более точные. А почему они намного более точные? Ну, потому что там вы получаете данные, то, что называется, без манэмэд. В реальном времени. В реальном времени. Другое дело, что социологи обычно подводят результаты где-то к 5-6 часам вечера, а избирательные участки открыты до 10. И вот тогда это оставляет замечательную лазейку. Институтам опросов они говорят, а реальные изменения проходили за вот эти вот 4 часа. Короче говоря, пользоваться этим инструментом нужно, полагаться на этот инструмент, как говорил Шимон Перех, то есть пить эти самые духи, не стоит. Да, да. Вот, Зев, интересная особенность этой предвыборной кампании в Израиле, наверное, может быть, и в прошлое, и тоже 4 года назад, что израильтяне голосуют в основном за лидеров партии. То есть, с одной стороны, вроде бы, есть партия, Израиль парламентская республика, и есть список депутатов, министров, например, если мы говорим о крупных партиях. А с другой стороны, все понимают, что Ликут — это не Таньягу, Ешатит — это Лапит, Бенни Ганс — это партия Хосель-Израиль, мощь Израиля, то есть все говорят про первую фигуру, а кто на втором, на третьем, на четвертом, не имеет значения. Это не совсем хорошо для демократии, вообще для парламентской системы, какова является Израиль. Вернемся к другим, скажем так, возьмем пример из другого сюжета. Армия. Как говорят военные, помните, они говорят, мы не практикуем демократию, мы ее защищаем. Так вот, партия — это инструмент демократии, но это не показатель абсолютно демократической структуры института власти. Как мы хорошо знаем, исследования все показывают, все, не только у нас, в Соединенных Штатах, в Европе, везде, где более-менее практикуется демократия, что избиратель голосует за политическую партию, исходя из... во-первых, за лидера, во-вторых, за программу, в-третьих, за список. Так что список — вещь важная, но важная с точки зрения расстановки внутрипартийных политических сил. Список важный, так же, как некоторый дополнительный фактор того, насколько он символизирует программу партии. То есть, называется... То есть, например, в Ликуде могут быть свои левые, свои правые, да? Свои умеенные, свои консерваторы. Свои либералы. Представители периферии и центра. Кибуцного или там, Машавного движения и меньшинства. Так, а как это влияет, если все равно главный человек во главе, тот же Натаньягу, будет принять решение? Абсолютно понятное дело, да, что избиратель смотрит, окей, Натаньягу, понятно, это лидер условный Натаньягу, условный Ави Габай, условный Авигдор Либерман. Мы голосуем за них, потому что он для нас символизирует вот то настроение, вот то направление, которое мы хотели бы, чтобы эта политическая партия проводила, оказавшись в Кнессете. Но в какой степени будет соблюдаться баланс этих интересов? Индикатором является список. Если там есть представитель молодежи или полуторного поколения, теперь модно говорить. Если там есть представитель тех кругов, которые, скажем так, малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, я не знаю, молодых людей, демобилизованных военнослужащих, и так далее, и так далее, и так далее, это некоторое подкрепляет идею. То есть это заставит все-таки поддержать список? В определенном смысле. Но говорить о том, что список все определяет, или программа все определяет, скорее нет. Но и лидер все не определяет. Нам нужны эти три самых компонента. Другое дело, в каком порядке они расположены. Последнее. Можно предположить, что эта компания будет грязной, по крайней мере, уже атакует, уже все друг друга пытаются, говорят о вещах, которые не должны быть в избирательных компаниях. Но это, наверное, реально сегодня. Сегодня в эпоху интернета, социальных сетей удержать эту лавину невозможно. Даже, может быть, даже нет смысла искать чистоту в предвыборной кампании. Так уж у нас получилось, что большие партии, вот те самые, которые предлагают себя избирателю в качестве партии, где весь список сформирован на безупречно демократической основе, они функционируют, как то, что называется в политологии catch all parties. То есть политические партии, хватай всех. Иными словами, на израильском политическом сленге это называется партии-супермаркеты, под крышей которых вы можете найти что угодно. Группы персональных политических интересов, различные социальные лобби, этнические лобби, представительства различных групп, центры, периферии. Это большие и крупные. Поэтому, когда вы встречаетесь, такая партия встречается с таким же политическим супермаркетом, с другой части политического спектра, вы видите, что все они стремятся к центру. Когда вы можете разницу увидеть между умеренно левым флангом и умеренно правым флангом, под микроскопом, что у вас остается? У вас остается переходить на личности. Это первый момент. Другое дело, когда вы говорите о лидерских политических партиях, где список сформирован пинцетом, то, что называется, лидер подбирает вот те самые вагоны, которые идут к этому... Лучшую команду, как вы говорите. Да, лучшую команду, или то, что называется, команду мечты. То, соответственно, у противников тоже не остается многое. Лидер определяет во многом идеологическую линию этой политической партии. И противникам вот таких вот лидерских партий остается переходить на личности. Это я не то, чтобы в оправдании. Я в объяснении. Ну что ж, 9 апреля выборы в КНЕС от 21 созыва ждем. И я думаю, что мы еще неоднократно об этом поговорим. Большое спасибо, профессор Завхань. Благодарю вас. Сейчас к другой теме. В Брюсселе, в Европарламенте, на этой неделе прошло ежегодное мероприятие накануне 27 января, Международного дня памяти Холокоста. Именно в этот день, в 45-м году, войска Красной Армии освободили нацистский концлагерь Освенцемберкинау на территории Польши. Непосредственно память о катастрофе является вакциной против худших проявлений антисемитизма для европейского общества. Без воспоминаний с первых уст людей, переживших Холокост, мы забываем одну из величайших трагедий в истории человечества. И тогда это может повториться, говорят в Европейском еврейском конгрессе, которому принадлежит инициатива проводить такой день в Брюсселе. Наша съемочная группа побывала на этой неделе в бельгийской столице. В последние годы это стало традицией. При активной поддержке президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Мушекантора сотни гостей из разных стран приезжают в Брюссель в канун Международного дня памяти Холокоста. Европарламент, говорит Рая Каленова, заместитель Кантора и вице-президент Конгресса, это политическое сердце Европы. Именно здесь нужно говорить не только о прошлом, но и о будущем. Ведь главная цель современного поколения это как раз предотвращение подобных трагедий в Европе. Я думаю, что сейчас это важнее, чем когда-либо. Во-первых, в мае месяце будут выборы. И эти выборы, мы ожидаем, может быть, могут стать катастрофическими. Поэтому сейчас все наше внимание и внимание, я думаю, что всех европейцев должно быть приковано к тому, что происходит в Европейском Союзе. Потому что если голосование пройдет в пользу популизма, экстремизма, это будет большая проблема и для еврейско-европейской общины, конечно. Увы, но современная Европа возвращается к лозунгам времен Холокоста, говорят участники мероприятия. И это не может не вызывать беспокойства. В ряде стран, таких как, например, Франция или Венгрия, местные еврейские общины всерьез опасаются за собственную безопасность. Спустя 70 с лишним лет после Холокоста евреи Европы вновь боятся за своих детей и внуков. Боятся отправить их в еврейские школы, боятся ходить в синагоги, боятся просто сказать, что они евреи. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что как раз такие церемонии должны стать сигналом для объединения всех здравомыслящих сил в Европе. Увековечивание памяти необходимо для того, чтобы залечить раны и не допустить повторения ошибок прошлого. Европейский Союз извлек уроки из истории Европы, сделав основой своих ценностей свободу и первостепенные значения личности. Однако антисемитизм остается нашей постоянной проблемой. Среди причин роста современного антисемитизма в Европе называют тяжелую экономическую ситуацию, поиски козлов отпущения среди меньшинств, идеи экстремистского национализма и слабость политического центра. Массы вновь смотрят в сторону опасного популизма, заявил в Брюсселе Вячеслав Кантор. Альберто Исраэль – один из тех, кто прошел ужасы Холокоста. Сегодня ему 91 год, но он до сих пор помнит в деталях лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Я был около года в Освенциме. Затем нас перевели в Мэттхаузен. И там нас освободили американские войска. После концлагеря я решил, что хочу быть военным и всю жизнь прослужил в армии. Среди почетных гостей мероприятия в этом году премьер-министр Румынии, депутат Европарламента, глава еврейского агентства Сахнут Ицхагерцаг. Очень важно, чтобы такие мероприятия проходили в Европарламенте, ведь он был создан, как и Европейский Союз, в первую очередь с целью предотвращения в будущем трагедий, подобных Холокосту. К большому сожалению, мы вынуждены признать, что сегодня Европа переживает один из самых тяжелых периодов за последние 75 лет. Антисемитизм вновь поднимает голову. Мы это видим в каждой европейской стране. Можно ли искоренить антисемитизм в современной Европе? Что для этого необходимо сделать? Вопросов много, ответов мало. В каждой стране есть свои специфические проблемы, да и сами евреи не всегда хотят, чтобы их охраняли по-особенному, ведь это зачастую вызывает еще больше ненависть и злобу. И все же сегодня у них есть выход. Это репатриация в Израиль, переезд в государство, которое было создано как раз после трагедии Холокоста с главной целью быть домом для каждого еврея во всем мире. Евгений Сова, Владимир Плотки, специально для Израиль за неделю из Брюсселя. Смотрите далее в нашей программе. Как можно перевести на эврит знаменитые гарики Игоря Губермана? Я государство вижу в статуе. Мужчина в бронде полной властности, под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности. Оказывается, это возможно. О необычном эксперименте в продолжении программы. Посмотрите Израиль за неделю. Следующих моих гостей хочу представить вам с большим удовольствием. Это известный поэт, который точно не нуждается в представлении. Игорь Миронович Губерман. Добрый вечер, Игорь Миронович. Здравствуйте, Владимир. И доктор Михаил Рискин, который в последнее время открыл творчество Губермана для израильтян, которые не говорят на русском языке, но хотели бы с ним познакомиться. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Евгений. Давайте сразу я раскрою секрет, почему вас вдвоем пригласили. Потому что вы предлагаете некий новый формат для израильского зрителя. Ваши знаменитые «Гарики», которые теперь переводятся на иврит. И даже вышла книга, верно? Да, уже второе издание дополненное. Как вы считаете, можно переводить «Гарики» на иврит? Вы знаете, я думаю, что невозможно, честно сказать. Не только на иврит, а на любой другой язык. Потому что наша советская жизнь и наша советская ментальность, она непереводима. Но уже перевели на английский. Вышла книжка Беллингова на украинском. Есть отдельные стишки на шведском. На французский переведен тюремный дневник. Так что люди пытаются, им хочется перевести. А как у них получается, я проверить не могу, потому что я этих языков не знаю. Я темный человек. Так, а теперь, собственно, вопрос к Михаилю. Мало того, что вы должны понимать еще и тюремное прошлое, какие-то моменты, нужно еще и безукоризмно понимать ивритскую ментальность для того, чтобы донести посыл. Это непростая задача. Как вообще вы беретесь за такую работу? Вы понимаете, Женя, меня в Игоре Мироновиче Губермании интересует как раз-таки не его прошлое, а его будущее. Я думаю, что его будущее еще достаточно интересно, велико и имеет большой потенциал. Потому что уже более 30 лет в еврейской стране живет поэт, мыслящий по-еврейски, философствующий по-еврейски, с небольшой, может быть, несуразностью, что, допустим, он не говорит и не пишет на иврите. Но так это можно исправить. Собственно, это то, чем я занимался последние 12,5 лет. Я думаю, что Губерман интересен в первую очередь своей мыслью, не только оригинальностью жанра, это само по себе, об этом можно поговорить отдельно, но он интересен своей еврейской мыслью. Таким образом, наше совместное, так сказать, мероприятие... Так он сужает мои возможности, да? Как красиво, правда, да? А сужает возможности? Конечно. Почему же? Я думаю, что и русские, ведь тысячи людей в самоиздате, россиян, переписывали мои стишки и рассказывали друг другу как народные. Так что насчет еврейства абсолютного этого зарябатника. А вы не любите, Игорь Михайлович, вы не любите, когда вас называют еврейским поэтом, да? Нет, ради бога, можете меня называть даже армянским. Каким угодно. Но просто мне кажется, что написанное на русском языке это достояние совсем не только евреев. Даже если это написано евреем и очень по-еврейски, с еврейской ментальностью. Я против этого не возражаю. Но дикое количество россиян это читало. Как же они это тогда читали? Я думаю, я понимаю, что хотел Михаил сказать. Мне кажется, что есть вообще в истории Израиля есть люди, которые вносят некий вклад, да? И, наверное, я думаю, вы правильно меня поймете. А не обязательно, что они знали еврит. Скажем, они писали часть некого еврейского творчества, еврейского народа. Они писали не на еврите. И вот то, что предлагает Михаил, чтобы израильтяне узнали, что есть такой известный человек. Что в еврейской стране уже несколько десятков лет, уже более 30 лет, живет еврейский поэт, пишущий во многом, в том числе, как бы, на темы, которые интересуют... А для этого нужно перевести на еврит это? Евреев, живущих в Израиле. Так, я хочу, чтобы вы... А как же иначе? ...почитали что-то, а потом... Такое, что очень сложно перевести на еврит, а потом мы сделаем экзамен для Михаила и попробуем услышать, как он переводил это на еврит. Вот что вам приходит первым? Вы знаете, мне тогда надо будет открыть это самое и взять очки. Но на скидку я могу прочесть, например, российского происхождения стишок. Так. Миша его просто не переводил. Ну, например, «Де государства вижу статуи. Мужчина в бронзе полной властности, под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности». Я думаю, что это, кроме россиян, советских причем россиян, чуждо непонятно и все прочее. Как это можно перенести на еврит? Ну, насчет России как раз-таки есть... Это есть переведено? Этот как раз не переведен, но переведено не формулировку о существовании языка, о существовании ментальности, например. Вот, который можно перевести. «Я красоту в житейской хлябе ловлю глазами почитателя. Беременность в хорошей бабе видна задолго до зачатия». Это ведь... Это общий, да. Международный общий стишок, да. Его легко. Что еще такого? Что еще? Сейчас я еще найду, я постараюсь, чтобы было без мамы. Так, пока вы ищете, Миша расскажет нам. Орган безопасности вообще, с точки зрения израильтян, это же... Справлялся с разными такими вещами, да. Да, дело в том, что... Вы понимаете, Игорь Миронович Губерман, он... Понятно, что он написал на данный момент более 10 тысяч, по-моему, даже 12 тысяч. Двенадцать. Ее можно читать справа налево, можно читать слева направо. Так. И она впервые появится, наконец-то, в магазинах книжных Израиля, причем во всех. В Сеймадском. В Сеймадском. В Сеймадском, это скорее. Так, вы нашли еще один? Давайте еще один. Интересно. Я ищу, вы знаете, просите, что я вам ищу. У меня есть высочайшее разрешение метра читать и по-русски, и на иврите. Если хотите... Ну, на иврите наш зритель вряд ли поймет, как бы, но больше... Я просто, чтобы услышали музыку. Ну, давайте. Ну, к примеру, у Губермана Рейхнафситина. Так, вы сначала на русском, на русском. Да, сначала по-русски. Я курю, выпиваю и ем. Я и старый такой же, как был. И практически нету проблем. Даже с этим. Но с чем я забыл? Мя шен ваухель сахштует. Зикнатики я льдут на има. Увецем ли эйн баэйот? Гам им зэ. Ах шахахти има. Я думаю, что те зрители, которые сейчас понимают иврит, они получили удовольствие как от русского Гарика вашего, так и от иврита. Не страшно было? Не страшно было? Что страшно? Идти с этой идеей к израильтянам. Нет, вот только когда мы начали вместе выступать, и я читал по-русски, а он на иврите, меня вдруг охватила мелкая ревность. Я только обнаружил, что очень часто на стихи, на иврите хлопают, а на мой стишок, прочитанный русским, никак не реагирует. Наверное, знают просто, поэтому не верят. Нет, я у кого-то спросил, и мне гениально ответил мужик, он сказал, они радуются, что понимают. Мы же выступали при русскоязычной аудитории. Радуются, что понимают на иврите. Ну вот еще, почитайте мне еще несколько, и я хочу... Актуальный касательно жизни в Израиле. В Израиле, в родной живя среде, смотрю на целый мир я свысока. Такой страны прекрасной нет нигде, но нет и у нас ее пока. Ну, в этот момент должны быть аплодисменты. Или тишина. Или тишина. Я знаю, что... Вот вы в начале нашей беседы сказали, что вы не хотели бы ограничиваться рамками еврейского поэта. Вас любят в России, вас любят везде, где говорят на русском языке. В Америке, в Австралии, в Канаде, где вы только не были. В Америке тоже обожают весь Израиль. Чем дальше от Израиля, тем больше его любят. Вы же знаете. Это тоже хорошая причина для Гарика. Вы будете в Америке в ближайшее время? Расскажите. Да, я в феврале, в конце февраля еду в Америку, но я буду только на западном берегу. Лос-Анджело, Сан-Франциско, там Пала-Алька и так далее. Ну вот, я уже приготовил специальную программу для них. Вот как там воспринимают, например? Изумительно. Изумительно. Вы знаете, дело в том, что там еще живы, живо огромное количество моих настоящих читателей. Это то, что у нас называлось НТИ в России. Помните, научно-техническая интеллигенция. Их же дикое количество разъехалось, кто в Америку, кто в Германию за детьми. И они многие еще живы. А в России померли уже большинство. И поэтому у меня очень разная публика в разных странах. И к ней как-то надо приноравливаться. В России сейчас ходит молодежь. Но не от восторга перед моими стишками. Я думаю, что им просто приятно видеть такого свободного фраера распоясанного, который вот употребляет неформальную лексику и вообще пахнет свободой. Это вообще мода сейчас в России. Песни с ненормативной лексикой там много. Вроде бы штраф за ненормативную лексику с другой стороны. Вы знаете, подсчитано, что больше и чаще всех ругаются матом члены Государственной Думы. Они просто им разговаривают. Но тем не менее приняли запрет. На меня еще по счастью, тьфу-тьфу-тьфу, еще никто не настучал. Я читаю так же, как я все читал, ничего не упуская. Публика очень это любит. А вот, кстати, мат, вообще нецензурная лексика в Гарриках, переводится на иврит тоже? В иврите как-то кому мата нету. Мат, который в иврите, он заимствован из арабского и из идиша. Поэтому речь же идет о некоем эмоциональном всплеске, который, как правило, в четвертой строке, так называемый панчлайн. То есть Игорь Миронович первыми тремя строками он усыпляет бдительность. Но в четвертой строке... Потом выдает. Да, выдает. И поэтому тут в эмоциональном градиенте, на самом деле, дело, а не в мате как таковом, на мой взгляд. Да, но вот говоря еще о реакции публики, вот вы сказали, в Америке остатки научно... Технической. Технической интеллигенции, да. А в Израиле это тоже... Молодежь приходит, вот второе или третье поколение. Вот вы видите, что, скажем, родители или бабушки, девушки приходят своих, нет? Очень мало. У них собственные песни, у них собственные дела. Они совсем недавно выучили иврит. Я сужу об этом по своим внучкам, например. Мои внучки, они то знают русский язык частично очень. В основном на уровне дедушка принеси, бабушка дай. Вот. Но от сын, там у меня восемь внуков и внучек, поэтому у меня обширное поле наблюдения. Вот. Но они к стишкам на русском языке и вообще к русской продукции относятся так. Изумительные книжки они читают, и об этом мне с радостью рассказывают, но они их читают на английском уже. Там Диккенс, Аканандуэль, я знаю, современные какие-то. Уже они читают на английском, поэтому нет, мало приходит молодежи. Но что-нибудь острое вообще в последнее время, например, скажем, по поводу израильской политики вы пишете, или у вас, так сказать, источник вдохновения это там все-таки, больше русскоязычная Нет, нет, я вам сейчас отвечу на этот вопрос стишком. Мы все окружены безумной сворой, жестокого и подлого врага. И внутренние наши брань и споры смешны, как муравьиные бега. Поэтому нет, не пишу. Но я вообще о политике мало пишу, просто меня это не занимает. Я пишу о любви, дружбе, смерти, о чем угодно. А вас спрашивают постоянно? Хотят. Меня все время постоянно спрашивают, нет ли у вас чего-нибудь про, я знаю, там, называется фамилия какого-нибудь израильского политика, о котором я даже не всегда знаю, что он существует. Нет, ничего нет. Но я вообще имен не употребляю практически. Ну, есть где-то стишки, где употребляется Ленин, где-то Сталин, но вместо фамилии, вернее, вместо имени или фамилии я пишу Рябой Палач. — Уже в феврале на западное побережье жители американских городов будут иметь возможность вас увидеть. И этот проект тоже будет показан в Америке? — Нет, а этот проект уже будет в книжных магазинах Израиля со следующей недели. — Это со следующей недели. А в Америке вы уже тогда на английском будете рассказывать? — Только на русском. — Только на русском. — Ко мне ходят только россияне, да. — Ну что ж, большое спасибо, что вы пришли ко мне в студию, рассказали. Это очень интересно. Я с удовольствием прочитаю и на русском, и на иврите. И потом дам свою оценку и творчеству, и переводу. Большое спасибо. — И дайте детям, и посмотрите, на каком языке они будут. — Да, но мне кажется, детям еще немножко рановато чуть-чуть. Пусть подрастут, а потом уже... — Нет, 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 детям не рановато. Вы знаете, я как-то получил замечательную записку. Игорь Миронович, спасибо большое. Таких слов я не слышал даже от папы. Мите 11 лет. — На этом, я думаю, на этой ноте можно поставить точку. Спасибо большое, Игорь Губерман, Михаил Рисков. — Спасибо вам. — Спасибо, друзья. — Спасибо, Женя. — Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале РТВ. Редактор субботу на телеканале РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok